Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Когда в прошлый раз мы выпустили первое видео из рубрики Инди Год, мы даже не думали, что вам так понравится данный формат. Однако фидбэк оказался неплохой, поэтому, вероятно, этот формат станет более или менее регулярным. Собственно, именно поэтому мы и взялись за этот ролик. Так что усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хотите, чтобы видео из рубрики выходили чаще, а в комментариях можете написать, о каких проектах нам обязательно стоит рассказать. В общем, начинаем. Начнем мы с одного из самых прорывных проектов последнего десятилетия, и речи о War of Fortress. Те, кто знакомы с игрой, сейчас кивнули. Ну а геймеры, пропустившие тайтл, сейчас видят на экране пиксельные спрайты без анимации и не понимают, что к чему. Объясним. Графика тут, по сути, не нужна. Дело в том, что игра в разработке уже 17 лет, и корпят над этим монументальным произведением всего два человека. Братья Тарны Зак Адамс. Большую часть своей жизни игра существовала без визуала вообще. Все игровые объекты обозначались буквами и иными символами, либо же максимально простыми квадратными спрайтами из пары пикселей. Однако в 2018 году у младшего брата Зака обнаружили рак. На лечение понадобились деньги, и именно тогда была объявлена о выпуске коммерческой версии, ведь ранее игра распространялась бесплатно. Финансирование же разработчики получали от фанатов через сервисы для донатов. Игра не была популярной в силу своей хардкорности, откровенно отпугивающего внешнего вида. Однако смогла заинтересовать людей другим. Некоторые геймеры, погружаясь в проект, оказывались участниками какой-то захватывающей и заранее непрописанной истории. Рассказы о таких случаях на ютубе были довольно популярны, и интерес к игре тоже рос. Тогда вы спросите, ну хорошо, графика явно не сильная сторона тайтла, чем же он тогда настолько хорош? Если постараться ответить парой слов, то симуляцией и глубиной механики. Суть игры заключается в развитии собственной колонии дварфов, это по сути гномы. На протяжении игровых лет и реальных сотен часов им предстоит добывать руду, ковать оружие, исследовать мир, сражаться с врагами, а еще кушать, спать и пить пиво. Словом, жить. Каждый дварф, а их может быть бесконечное количество, имеет свои родственные связи вплоть до двоюродных братьев. У него есть свои потребности и навыки. Так, каждому жителю колонии нужна пусть и небольшая, но комнатка. Каждый бородатый карлик имеет уровень настроения, который меняется в зависимости от глобальных событий или житейских проблем. И чем лучше его настроение, тем лучше он работает. Игра невероятно реалистична, ведь лучше всего настроение поднимает пиво. Кроме того, счастлив двар станет, если сможет реализовать свой талант. Резко к нашему подопечному может прийти вдохновение, и он создаст шедевр. Если же игрок решит продать произведение искусства, то создавший его гном расстроится. Впрочем, не только жители колонии живут своей жизнью. Симулируется и сгенерированный мир вокруг. Ваша крепость находится в огромной фэнтезийной стране с чудовищами, монстрами, враждебными фракциями, торговцами и бродячими музыкантами. Все они, так или иначе, влияют на жизнь колонии дварфов. Например, все тех же музыкантов можно нанять для того, чтобы они играли в твоей таверне, заставляя местных пускаться в пляс, поднимая им настроение. И это один из огромного количества элементов, которые все вместе иллюстрируют глубину механик игры. Так, например, танцующие в таверне дварфы могут пролить пиво, которое останется на лапах кошки, лежащей на полу. Некоторое время спустя кошка облизывает лапки, слизывает пиво, из-за чего заболевает и умирает. Глубоко проработан здесь и менеджмент. Важно поставить правильных дварфов на правильные посты. Чтобы одни работали в шахте, другие перерабатывали руду, третьи плавили из нее оружие, а четвертые этим оружием защищали первых трех. Сделать все так, чтобы это происходило автоматически, не так-то просто. Сложности добавляет и то, что колония может умереть или серьезно пострадать от любой, казалось бы, мелочи. Потопы, атаки монстров или других врагов самые частые, но далеко не единственные беды. К слову, игра бесконечна, у нее нет концовки. И трай закончится только если все жители колонии погибнут. Победу каждый определяет сам. Например, сделать так, чтобы все дварфы были счастливы, создать самый могучий город империи или построить самую престижную таверну этого мира. Возможно, вам интересно, а что же с разработчиками, с их здоровьем? Все прекрасно. Зак вылечился от рака, а игра вышла в Steam в конце 2022 года, продавшись просто бомбически. В общем, хэппи-энд. Отойдем от пиксельных игр и перейдем к чуть более продвинутым в плане графики проектам. Ведь следующее у нас на очереди — легендарное Don't Starve. Для начала стоит уточнить, что под этим названием скрывается по сути две игры. Ведь кооперативная версия тайтла Don't Starve Together играется совершенно по-другому, веселее и разнообразнее. К слову, при покупке игры для себя в Steam копия для друга идет в подарок. Однако, за исключением кооператива, Don't Starve Together не отличается от стандартной версии. Итак, Don't Starve — это выживач-песочница с 2D-графикой и изометрической камерой. Для успешного выживания нужно следить за тремя параметрами — сытости, здоровье и рассудка. Механизм питания в игре тщательно проработан и невероятно важен. Поиски чего-нибудь покушать, как и в реальной жизни, будут вашим постоянным занятием. Можно просто рвать ягоды с яблоками, однако это медленно, а растительная пища не слишком сытная. Мясо же добыть довольно трудно. Калорийность еды повышается, если из собранных продуктов приготовить что-нибудь по изысканию. Со здоровьем мы думаем, все понятно. А вот механика рассудка не так очевидна. Дело в том, что сам процесс выживания, в особенности битвы с монстрами и просто контакт с ними, увеличивает уровень стресса. Если он поднимется до определенной планки, то герой свихнется, и на него начнут охотиться силы зла. Снизить уровень стресса можно, занявшись чем-нибудь расслабляющим. Погулять по лугу, пособирать цветы, посмотреть наше видео до конца, поставить ему лайк. В общем, с тем, от чего зависит наше выживание, разобрались. Теперь перейдем, собственно, к процессу. Мир игры динамичен. Существа живут здесь своей жизнью, день сменяется ночью, а весна — зимой, летом и осенью. Это накладывает важный отпечаток на геймплей. Ночью становится темно, и без источника света выжить будет почти невозможно. Однако гораздо важнее смена сезонов. Зимой становится холодно, и ваши посевы не растут. Осенью льют дожди, а летом все те же посевы горят. Впрочем, не только они, но и стул. Каждое время года длится 20 дней, и в конце приходит босс. Здесь мы подходим к теме боевки. В Dawnstarve она похожа на кликер. Удар один, у воротов и парирований нет. Однако бывалые выживальщики научились мансовать из стороны в сторону, уворачиваясь от ударов врагов. Кстати говоря, что важно, игра по сути является рогаликом. В классическом режиме, если игрок умирает, он становится призраком, которому нужно провести обряд воскрешения. Если сделать это нельзя, то мир перезапускается, и нужно начинать абсолютно сначала. В общем, порекомендовать Dawnstarve можно любителям выживалок, хардкора или кооператива. Серия из двух игр, являющаяся детищем белорусского игропрома, имеет довольно много черт, сближающих ее с легендарной Papers, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске. В обеих частях франшизы важным штрихом является принятие решений, влияющих на ход сюжета. Однако об этом чуть позже. А пока поговорим об истории, которую нам рассказывает первая и вторая This is the Police. Итак, пожилой американский коп, начальник участка, узнает, что через полгода будет отправлен на пенсию. Чтобы обеспечить себе безбедное существование, он задается целью заработать полмиллиона долларов за оставшееся время. Подождите, мы понимаем, что сейчас половина зрителей собрала чемодан и уехала в Штаты за полицейским значком. Но, подождите, все не так просто. Получить такую кругленькую сумму легально не то чтобы легко, да и жизнь протагониста тяжела. Жена ушла к молодому любовнику, а сам главный герой оказывается втянут в криминальные войны. Далее все зависит от выборов, которые игрок делает в течение прохождения. Защитить давнего друга от мафии или нет, покровительствовать криминальным элементом или не стоит и т.д. Так как страж порядка скоро уходит на пенсию, для него решения не будут иметь последствий. Но пострадать может, к примеру, местный мэр, а это повлияет на финансирование. Спойлерить дальше мы не будем, скажем лишь, что спустя полгода наш шериф бежит от правосудия на север, где также возглавляет полицейский участок. Что касается геймплея, то ядро игры остается неизменным. Это некая смесь визуальной новеллы и симулятора менеджмента. Нужно то распределять сотрудников и ресурсы, то общаться с персонажами. Обе части можно назвать сложными, невероятно трудно сделать так, чтобы всегда хватало полицейских и, например, их экипировки. С одной стороны, преступления случаются часто, и каждая требует некое количество рук, глаз и стволов, пистолетных, естественно. С другой стороны, именно из-за внезапности происшествий всегда нужно держать несколько человек в резерве. К слову, ко всем механикам во второй части прикрутили пошаговую тактику под XCOM. Однако она не стала ключевой механикой, да и в игре таких боёв было не слишком много. Однако, если честно, игры получились словно перенасыщены механиками, особенно Сигвилл. Играть в игры серии стоит прежде всего ради сюжета. Следующий проект – детище уже отечественной игровой индустрии, и речь о Loop Hero. Игра стала феноменом, огромные продажи, хит с Steam, всеобщая любовь. Дело в том, что игра в некотором роде вывела формулу, которую использовала прошлогодняя в Empire Survivors. Это рогалик, суть которого в постепенной прокачке, как в рамках одного отрая, так и на протяжении всей игры. Именно это затягивает и заставляет зависать над проектом десятки часов. Правда, здесь есть и элементы коллекционной карточной игры. В Loop Hero мы не можем управлять персонажем напрямую. Он просто бегает по кругу, а мы, выкладывая карты из колоды, строим для него различные препятствия. Каждый поставленный вами лес, каждая деревня, каждая гора или замок вампиров рождают монстров, с которыми должен сразиться протагонист. Что же в этом хорошего, если это вредит главному герою, скажете вы? Да в том, что каждая карта дает какой-то лут, бонус к прокачке или полезную способность. Автоматическое добивание слабых врагов, например. Карты можно комбинировать друг с другом. Так, квадрат из скал 3 на 3 дает гору, которая будет давать камни и спавнить летучих мышей. Когда карты закончатся, на арене появляется босс, которого нужно победить. В случае победы вы получите очень ценный лут, а в случае поражения потеряете две трети добычи. Кстати говоря, отступить можно и без смерти персонажа, в таком случае будет потеряна треть всего собранного. Справедливости ради, система лута здесь странная. Казалось бы, золотое обмундирование высокого уровня должно быть круче, но на практике ранг оружия зависит не от урона, а эффектов. Именно поэтому самое имбовое – серое обмундирование с высоким уровнем. Кроме того, оружие отвечает за урон, броня – за хп, ботинки – за увороты и так далее. В игре есть три класса – некромант, разбойник и воин. Первый вызывает скелетов, поэтому ему нужны разные артефакты и книги. Разбойник имеет два оружия, а воин – щит и меч. Звучит классически, однако геймплей за три класса кардинально отличается. Как в большинстве рогаликов, есть тут и перманентная, то есть переносящаяся из похода в поход прокачка. У игрока есть хаб, где нужно строить свое поселение. Каждое здание дает некий незначительный бонус, однако со временем все поселение будет ощутимо усиливать игрока. Кстати говоря, в начале мы забыли затронуть сюжет, но здесь он не то чтобы сложен. Весь мир пропал, карты и вообще все, что происходит вокруг, сохранилось благодаря сознанию протагониста. А нам надо завалить всех злодеев и вернуть все на круги своя. Если наш рассказ об игре заинтересовал вас, то попробовать Loop Hero однозначно стоит. Эта игра настоящий мастодонт в мире инди. Классика, как говорится, такое знать надо. Hollow Knight вышла в 2017 и стала примерой лучшей метроидвании. До сих пор ни один проект этого жанра не смог превзойти полого рыцаря. Впрочем, идеальную игру назвать нельзя. Не хочется начинать с плохого, но дальше у нас запланирована хвалебная ода, в которой нет места для того, чтобы поругать игру. В частности, за кривое, отчасти неудобное, иногда неотзывчивое управление, с которым платформинг, на который, правда, упор здесь не делается, становится невероятно сложным. Однако остальное, мир, боевка, прокачка, исследование мира сделано на высшем уровне, но обо всем по порядку. Сюжет, а в особенности лор-нарратив, отчасти то, ради чего и играет в этот тайтл. Всё в мире продумано до мелочей. Каждая деталь повествования на месте, а мелочи окружения рассказывают истории. Согласно основной ветви повествования, в Жучийном Королевстве началась странная эпидемия. Мрачная атмосфера навевает и то, что некоторые букашки специально дали отравить себя, чтобы стать сильнее. Не будем спойлерить и углубляться в детали лора, однако скажем, что всё в игре работает на эту самую атмосферу. История, окружение, стиль рисовки, музыка, внешний вид врагов и так далее. Что касается геймплея, то, как мы и сказали, ключевым его элементом является боевая система. На первый взгляд она проста. У нас есть одно оружие, у него три разных удара. А уворачиваться можно уходом в сторону или прыжками. Что интересно, хилиться можно за ману, которая даётся за атаки по врагам. Есть ещё несколько способностей, боевых и не очень. Да, сами по себе в таком виде сражения занимательны, но не более. Вариативность и немалой реиграбельности добавляет некое подобие прокачки. Можно прокачать пять раз наше единственное оружие и единожды каждую из способностей. Но самая главная фишка игры — амулеты. Каждый такой даёт дополнительные способности или повышает характеристики. А найти их можно или у торговцев, или чаще где-то в этом мире. При первом прохождении вы, вероятно, будете стараться жонглировать амулетами, подбирая их под ситуацию. Но потом резко осознаете, что с их помощью можно собирать настоящие играбельные билды. С помощью амулетов можно собрать супербыстрого жучка, по сути аналог класса «Разбойник» или «Ассасин». Можно играть за воина с амулетами на урон и хил, можно создать нечто вроде боевого мага, который кастует способностями и быстро восстанавливает ману. А можно вообще драться руками саммонов. Короче говоря, возможностей море. Если большинство игр выше мы рекомендовали с опаской — сложно, низшего, не для всех и так далее — то сейчас просто скажем — пойди и поиграй в Hollow Knight. Да, прямо сейчас. На этом, пожалуй, закончим. Обязательно напишите, о каких играх рассказать в следующих выпусках, а также свое мнение о том, что мини-обзоры в рамках этого видео стали чуть подробнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бейте в колокол, чтобы о таких годных инди узнали все. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok